Всем привет! Играем в фазмофобию соло кошмар Tanglewood. У нас сегодня Люси Александр. Зажечь благовоние, найти доказательства присутствия призрака при помощи МП, сбежать, пока охотится за нами. Let's go! Ну, спасибо, что не надо фотографировать. Так. У меня почему-то было такое ощущение, что я прям сразу зайду, и у меня призрак такой, типа, здравствуй, как дела, а он что-то... Ага. Нога. Константинова нога, кукла. Ну, шкафчики. Ну, ладно тогда. В целом, все в одном месте лежит. Довольно-таки приятно. Давайте я вот это все поскидываю. Пойду принесу фотик. Устраивает. Приемлемо. Как в том меме. С котом. Нормалек. Хорошо, давай. Давай не все сразу, но... Что там, благовоние сбежать, ничего особо не надо. Давай тогда вот так возьмем. Сейчас мы зато сфоткаем. Как сфоткаем. Как куклу сфоткаем. Как сфоткаем кость. Как ее заберем. Ой. Так хорошо будет. Чпоньк. Эть. Так. Ты сюда, ты сюда, ты сюда. Это я сейчас кинула или был какой-то? Ладно, не важно. Сейчас узнаем. Тангл Вуд, в принципе, достаточно маленькая карта, чтобы если вдруг что, я могла бы взять куклу Вуду в руки. И с помощью куклы Вуду. Аааа. Окей. И кукла Вуду уже не понадобилась. Все хорошо. Без проблем. Эть. Так, все. Манекен. Манекен ушел. Только что был. Больше его нет. Здесь где-нибудь скину. Так, здесь вроде добавились отпечатки вот на вот этой штуке. Потому что перенесли выключатель наверх, чтобы призрак мог оставлять отпечатки. Но я эти отпечатки ни разу не видела. Ну, в целом, да, вот здесь вот лежит. Если вот эти штуки упадут, он запищит. Кавчик у нас, напомню, в гараже. Здесь все занято. Ну и ладно. Если что, побежим в гараж. Благо нам из подвала бежать совсем недалеко. У нас там благовошить даст бежать. И детектора МП. Детектора МП пока ничего не происходит. Вообще, на самом деле, от призрака я ничего не слышу. Возможно, это тень. Возможно, он просто... Ну, не привык еще к нам. Замер такой стоит. Типа, что? Что она здесь делает? Зачем она здесь? Восемь? А, ты не здесь. Как ты не здесь, если здесь было четыре? Погоди. Он сбежал. Он сбежал, пока я... Пока я бродила. Он точно был здесь, потому что он телепортировал манекен. И это прям совершенно точно. К гадалке не ходи. Насколько далеко он сбежал. Вон, кстати. Перелет. Так что? Гостиная? Давай проверять. Ты молодой? Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Почему так плохо радиоприемник работает? Ну, то есть мы прям уверены, что он не здесь. Такое ощущение, что призрака вообще нет. Вообще 7-4 неубедительная темпа абсолютно. Ну, как бы, ладно. Я бы сейчас могла бы, наверное, куклой Вуду что-нибудь попытаться спровоцировать. Провоцировать. Додс был? Показалось? Нет? Какое ощущение, что был Додс? Как бы, мне сейчас не умереть бы с первой попытки? Чего-то все не здесь происходит. Здесь 4-9, 6-0. 7-3. Пойдемте посмотрим Додс по этой самой. Мне просто показалось, что что-то промелькнуло. Может быть, конечно... Это обман зрения. Манекен очень красиво стоит за окном. Я просто все еще в непонятках насчет комнаты. Мне очень часто, на моем опыте, было такое, что если у тебя непонятки насчет комнаты... Может так случиться, что где-то в доме у тебя минусовая. Нет, был Додс. Все хорошо. Значит, не Шизам. Детектор ЭМП. Почему же, когда я втыкала иголки, вообще не было никакого взаимодействия? Это так странно. Ну, минуса там нет. ЭМП нет вообще никакого. У меня может быть тень? У меня даже не может быть тень. А что это тогда за призрак, извините? Это очень страшно. Страшно и странно. Нифига себе. Она столько разрядилась уже. Я не понимаю, кто может быть из вот этих моих пацанов. Ну, не знаю, Юкай может быть глухой. Ну, Арбэй нет. Так, что-то какой-то удар. Я как будто бы слышу. Но куда он бьется? Я фиг знает. Сюда? Нет. Может быть, ты хоть что-нибудь сделаешь? Додс вижу. Он не трогает ничего. Я не могу отпечатки снять. Вы понимаете? Я втыкаю, и ничего не происходит. Он с подвала идет. Я втыкаю, и я втыкаю. Я втыкаю, и я втыкаю. Я вам расскажу, почему я вычеркнула фантома. Я даже не знаю, где мне бросать. Давайте здесь. Значит, у нас отпечатки, соответственно. Это не фантом, потому что я видела ее через дырочки в шкафчике, и она моргала, как обычный призрак. Значит, это не фантом. Фантом моргает реже остальных. У меня есть вариант с банши, у меня есть вариант с горё. Но я как будто бы видела вживую дотс. А, я видела вживую дотс. Значит, это не может быть горё. Значит, как бы по всем канонам вот этого всего, это должна быть банши. Я не выполнила ничего. Я по-прежнему не знаю, в какой он комнате. Соответственно, не то чтобы очень сильно могу прослушать его. Пойдёмте искать комнату и пытаться услышать звук банши. Чисто ради того, чтобы это проверить. Он как будто бы из подвала шёл. Собственно, оттуда, откуда он и должен был идти. Вот здесь всё раскидано. 8,6. 6,7. Ну, давай. Ждём крик банши. Он так к банши не относится. Покупил его. Хорошо сидим Проверка затянулась Ребанше настолько плевать на меня, что она что тогда ничего не делала? Что сейчас просто игнорит. Ждем. Мы никуда не торопимся. Помнится, я в одном из видосов хвалила баф микрофона. Говорила, спасибо разработчики, что бафнули микрофон. Теперь так удобно стало слушать банши. Но он походу ушел совсем. Потому что... Ну нет, не ушел. На двойку? Отвратительно. Ну я же что-то поймала, когда стояла здесь. Ну да? А это тоже не банши. Это не банши. Знаете что? Ты тут еще стоишь, что ли? Я дот сейчас принесу. Может быть, эта комната над подвалом пробивает? Буду разряжаться, конечно, но... Что поделаешь? Сейчас подожди. Мне нужно отход предусмотреть. Как-то лучше. Давай, слушаем. И смотрим на дотс. Это не банши. Это не банши. Ну я наверху видела лазерку дважды вживую. Это удар. Короче, полкатки будем слушать. Почему дотса нет? Слушайте, а может быть, это что? Это был баг? Да? Звуки был дотс. Все, вопросов нет. Где она? Где ты? А, вот ты. Это должна быть банши. Дотс, вижу, да? Я, конечно, фантома еще раз проверю, когда у нас будет охота. Ну, потому что я видела, это был не фантом. По красоте! Вот это была банши. Если вы когда-нибудь услышите... Атака? Музыка 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 Продолжение следует... Так, а что ж я МП-то не припёрла? О, было? Было. У меня сбежать засчиталось? Так, мне не нужна ещё одна атака? Или нужна? Наверное... Не знаю. Сейчас попробуем. Попробуем без атаки. А там как получится. Короче, если вы когда-нибудь услышите вот такой крик, как был у меня последний раз, мы его называем крик раненой чайки, то можете быть уверены, это банша. Их там есть две разновидности. Одна чуть подлиннее, одна чуть покороче. Это у нас была длинная версия. Есть ещё такая прям совсем незаметная. Но крик там идентичный. То есть вот это вот какое-то сиплое... Ну, перемотайте, короче. Один раз, когда вы это услышите, вы больше не сможете это ни с чем перепутать. И, собственно, сможете определять банши без проблем. Я на самом деле здесь... Если бы стоял выбор между другими призраками, я, возможно, уже бы плюнула и подумала, что это не банши, потому что мы достаточно долго ждали этот крик. Но по опыту он может быть как на первой минуте, так и типа спустя пять минут. Здесь я была просто уверена, что это не фантом, потому что я видела, как он моргает, я исключила фантома. И я поняла, что не Горё, потому что я видела лазерный проектор вживую своими глазами, когда находилась в этой комнате. Горё не дает эту улику, если человек находится в его комнате. Его можно увидеть только через камеру в фургоне, либо через камеру, если вы стоите в другой комнате, игра не понимает, она думает, что как бы другой человек смотрит. Поэтому так. Но если вы в этой же комнате стоите, тут же пробегая дотс, это не Горё. Соответственно, банши очень какой-то богованный призрак, настолько тихий, вообще невнятный, что мне казалось, что это тень. Но, видимо, судьба распорядилась иначе и сказала, будешь банши. Хотя, по нраву этой банши, видимо, было совсем другое. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на Нейшнлёрдс будет в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok